Гульсара Исакулова Гульсара Исакулова В 2018 году по статье 187 Гражданского кодекса Республики Узбекистан суд вынес решение в пользу Хуршеда Хакимова и признал его полноправным владельцем дома семьи Арамбаевых. По закону есть 187, если 15 лет живет и каждый год оплачивает все налоги, коммунальные услуги, то суд выносит решение, если нет хозяина. Но здесь есть хозяин. Адвокат Тимирюльского района Гульсара Исакулова, являясь доверенным лицом Якова Арамбаева, через прокуратуру добилась отмены решения городского суда. Таким образом, в иске Хуршеда Хакимова было отказано, а дело вновь отправлено на дополнительное расследование. В период, когда мы начали уже бегать, этот Хакимов Хуршед взял этот дом, переоформил на своего работника Хасанова Раджабали купли-продажи. Но в ходе следствия выяснилось, что никакого купли-продажи не было, просто формально оформлено. Денег не было передано. А в купли-продаже указано 370 миллионов, якобы он продал. Вопрос возврата частной собственности не решается уже несколько лет. С заявлением восстановить права настоящих владельцев дома Гульсара Исакулова даже обращалась в администрацию президента. Однако, как говорит адвокат, результата все равно нет. Надыра Усманова, сидя напротив замначальника областного УВД, рассказывает, как она путем обмана и устной договоренности стала жертвой мошенника. Речь идет о сумме в размере 33 тысяч долларов. Заявительница, поверив знакомому на слово, в 2015 году собственноручно отдала деньги на развитие его предпринимательской деятельности. Взамен должник пообещал квартиру в строящейся многоэтажке. Однако, ни денег, ни квартиры до сегодняшнего дня потерпевшая не получила. Еще у нас очной ставки не было, но дело в том, что я предоставила все доказательства, которые у меня были на руках. Вот сейчас следствие ведется, дай бог решится, разрешится, потому что Ашрапов нам сейчас обещал, он разберется с этим вопросом. Он сказал, что в течение 10 дней разберутся, потому что там есть неясность. За все время приема граждан Рамазана Ашрапова поступило около 50 различного рода обращений по уголовным делам и материалам, находящимся в делопроизводстве дознавателей следственного управления. В основном жаловались жители города Самарканда, Нурабадского и Постаргамского районов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова